Добрый день, уважаемые друзья! Вас так много, я думаю, чуть-чуть меньше будет, но это хорошо, что вас много. Видите, так потихоньку, потихоньку уже год прошел без приставки исполняющего обязанности. Я убежден, что у вас накопилось большое количество вопросов, вы хотите получить на них конкретные прямые ответы, поэтому давайте проведем эту нашу встречу, вы их, пожалуйста, вопросы задавайте, задавайте любые, насколько вам это известно, да и мне известно, никаких вопросов заготовленных нет специальных. Можете не стесняться, я всеядный, отвечаю на любые вопросы, если что-то не нравится, я скажу, я на что-то отвечать не буду. Ну, это редко бывает, поэтому, пожалуйста, давайте пообщаемся. И по одному вопросу, желательно сразу по одному вопросу, а не два, а не по три сразу задавать. Вадим Владимирович, в правительственном области утвержден режим экономии бюджетных средств, что в сложный экономический период оправданно, а вот в Голковском районе главы муниципалитетов ведут себя по-барски. Вот известный случай, когда глава Однолуцкого поселения, получив почти 2,5 миллиона рублей от продажи невостребованных земельных долей, миллион рублей выделил себе на приобретение автомобиля, при этом на социальные программы средства не предусмотрены. И в том случае, на сентябрьскую сессию Болковского городского совета вынесли два решения. О премировании главы города, который исполняет обязанности три месяца, и о введении должности помощника секретаря для главы. При этом тут же на сессию выносят вопрос об экономии бюджетных средств и, как пример экономии, предлагают отключить уличное освещение в городе. Что касается вот этой вот некой вседозволенности и приобретения себе любимому какого-то автомобиля или каких-то других благ, с этим надо бороться, но за этим должны смотреть депутатский корпус и общественные организации, которые находятся на территории района, в том числе и пресс. То есть это надо выдавать в публичную область, в сферу, чтобы мы могли на это реагировать. Вот то, о чем вы мне сказали, я вам скажу честно, я этого не знал. Вот сейчас для меня, естественно, для себя это помечу и приглашу Дорофеева для того, чтобы мне рассказал, что он на территории района у него творится. Потому что у меня по этому району много вопросов. Вы знаете, мы по Болковскому району дополнительно выдали порядка 35 миллионов рублей, чтобы привести дороги в порядок. И впервые за 30 лет я был в Болковском районе, я ездил на выходные дни самостоятельно, без сопровождения, без всего, походил по улице, люди говорят спасибо, у нас начинают появляться дороги, мы начинаем превращаться в нормальный город. Одним словом, этим вопросом мы будем заниматься. Есть куча механизмов для того, чтобы это не позволять. Но здесь должна быть активная позиция депутатского корпуса. Не должно быть соглашательской политики. Поэтому и представительство в депутатском корпусе должно быть разнопартийное, не подавляющее большинство одной партии. Должен быть спор. В споре рождается истина. И если есть спор, то, соответственно, оно позволяет некие моменты обличать и, соответственно, делать другие какие-то правильные решения. Но на Боховский район обратим внимание. Есть вопросы к нему? Есть. Есть. А конкретно, которые три месяца исполняют обязанности, а уже его премируют, ну, наверное, какой-то подвиг совершил там. Только я об этом подвиге не слышал. И вы этого не слышите. Значит, подвига никакого нет. Есть просто желание и возможность использовать, ну, как было в Должасском районе. Помните, это история с этим джипом, да? Ну, чем она закончилась? Тем, что человек ушел в отставку. Вот это сопровождается... Да, долгие, да. Это сопровождается именно потом. Вот потом в итоге сопровождается такими решениями. Потому что люди же все это знают. И самое интересное, вот когда принимают такие решения, депутатский корпус за это голосует. В 2016 году у нас повально по всем муниципальным районам будут выборы. Это же будет в публичном поле, и люди будут говорить. Вы выключили улицу освещения, а себе сделали там премию или что-то приобрели. Как вы собираетесь теперь нам доказывать, что мы опять должны за вас голосовать? Катя, вас слушает. Хотела бы услышать ваше мнение по ситуации на автобе 22, который... Это мой округ, и я вам видела с солнцемными глазами, что происходило. В 2016 году не боитесь ли вы, что раз, кстати, он создан город, да, то в 2016 году на областных выборах мы можем как мог иметь по 3-4 таких бережникова, которые будут заниматься тем, чем заниматься науками. Я считаю, что это очень опасно для власти, если регионизируют вообще выборы, снижают явку первонародового власти. Хотелось бы с той, что ваше мнение на главную подъемную. Я за это переживаю, скажу вам честно, если правоохранители здесь не найдут никаких правонарушений. Это будет один из сигналов, что можно будет таким образом проводить выборы. Мы будем это обсуждать с Леонидом Семеновичем Музалевским, и, по всей видимости, учитывая такие нехорошие перспективы, будем вносить изменения в выборное законодательство 2016 года, чтобы не отключить возможность такого подкупа. Ну и такой заувалированной формы подкупа, называя вещь своими именами. В Ленинградской области мы эту систему победили. Победили только за счет одного. Мы выставили огромное количество наблюдателей и просто отмобилизировали весь свой электорат. Другого выхода нет. При такой явке это с тем будет работать не в пользу тех, кто на самом деле имеет авторитет. Если явка будет 30%, мы будем иметь такие результаты. Нам нужно повышать явку, нам нужно заинтересовывать людей, чтобы они на выборы пошли. Впервые на Орловщине 30% явки – это крайне мало. Это либо усталость, либо вообще какая-то безликая, неинтересная избирательная кампания, которая, грубо говоря, ударилась в грязь и ни во что хорошее. Люди ничего интересного себя не увидели. Вот и результат. По этому округу могу вам сказать. Но с этим можно бороться. Можно. Надо просто заниматься. Заниматься и той, и другой партией. Со своим избирателем. Работать правильно. И быть уверен, что они придут в этот день и проголосуют. Владимир Владимирович, на прошедших выборах в Курсоэль вы заняли, скажем так, на спортивную позицию отстранёнка. Вот по итогам выборов вы считаете, это было правильное решение? То есть вы не разочаровались в этой своей позиции? И как вы планируете действовать на предстоящих выборах 2016 года? Сосна. После драки руками не принято. Это первое. Что сделано, то сделано. У нас был горком. Я там выступал, своё мнение сказал. В мой адрес тоже полетели некоторые камни, что не надо было мне находиться над схваткой. Может быть, и не надо было находиться над схваткой. Но одну позицию я уже выдержал. То есть я находился над схваткой. Теперь я постараюсь над схваткой не находиться. И попросил своих товарищей по партии, что они меня привлекут к избирательной кампании 2016 года. И если это произойдёт, убеждён, что результат будет иной. Сейчас в Горсовет УКПРФ я этого не увидел. Если вы живёте не в Орле, вы не являетесь журналистом, вы не являетесь человеком, который занимается хоть какой-то политической составляющей региона, вы никогда не переведёте, что такое эпидрол, почему не нужно париться, что такое есть просто характер. Знаете, вот за словом «есть характер», да, и можно было повесить оппонентам с другой партии «есть характер» – уходи. Понимаете? Можно было такие контрприёмы делать. Это неправильно. У УКПРФ есть другие лозунги. Народные. К которым люди привыкли и которые они их воспринимают нормально. А вот эта а-ля претензия на оригинальность привела к тому, что просто кто-то с кем-то выяснял отношения. Вот погружённые в политику понимали, о чём идёт речь. А 99-90% населения города не понимало, о чём идёт речь. Поэтому и такой результат. Это моё глубокое убеждение. Я об этом говорил. И когда это всё появилось, и приезжал и Геннадий Андреевич Зюганов, я подходил, и к Иконнику выступил, и я говорю, поменяйте всё это. Но напишите вы что-то нормальное. Сделайте что-то интересное. Перестаньте намёками кидать камни в огород конкретных людей, конкретного человека. Не надо этого делать. На этом выборы не выигрывают. Мне пообещали поменять, не всё поменяли. А если и поменяли, то... Вот смотрите, у меня дочь учится в институте. Она приехала сюда и говорит, слушай, вот висит КПРФ, наручники, типа студента не рабы. Пап, ты коммунист. Меня в комсомол принимал в своё время, там у нас комсомол в Ленинградского выступал. То есть я студентка. Если проголосовала не за КПРФ, я рабыня? Логичный вопрос? А зачем так оскорбляете? И что мне отвечать? Вот реакция. Я думаю, что и студенты так отреагировали. Что значит не рабы? Других не существует, что ли? Существует партия. Есть другие взгляды. Единая Россия – это платформа, на которую опирается президент. Что все, которые опираются на Единая Россия, все рабы – это оскорбление. Вот и студентов нет на выборах. Всё? Всё очень просто. Надо по-другому работать. Вы работаете в Волгольской области, в дюйду по-рапорту. Сначала как исполняющая мертвенность, затем как глава Немана. Что вы считаете своей личной победой? Какие-то представители. Екатерина Ацкуловна, как глава? Личной победы. Да побед ещё мало. Поражений нет, побед мало. Рано, за мало времени прошло, чтобы сейчас про какие-то победы говорить. Победы, я считаю, если брать экономическую, это то, что президент поддержал особую экономическую зону в Орловской области. Это очень серьёзная поддержка со стороны президента для региона. Мы сейчас очень серьёзно этим занимаемся, готовим документы. У нас несколько компаний работают, которые формируют этот пакет документов. И когда мы получим постановление правительства о создании особой экономической зоны за подпись председателя правительства, экономический баланс, возможности региона будут очень серьёзные. Очень серьёзные. Ну вот вы посмотрите, ближайшая Калуга, поразительно от нас отличается по бюджету. Татарстан, это же всё особая экономическая зона. Дальний Восток, особая экономическая зона. Крым, вот сейчас в этом году дали Крыму и нам особую экономическую зону. Немного регионов, которые могут этим похвалиться. Это другие налоговые льготы, которые позволят нам здесь разместить ряд производств, в котором будет выгодно у нас находиться. Логистика у нас очень хорошая, одна из лучших в Российской Федерации. Одна из лучших в Российской Федерации логистики в Орловской области. С этим никто не поспорит. Её надо грамотно использовать. Вот это я считаю победой. Победа то, что заставляем работать то же самое дорожное хозяйство, по-другому асфальтир делают дороги. Победа то, что мы их делаем несколько раз больше сейчас, эти дороги. Победа то, что мы не дали уничтожить имущественный комплекс по тепловому хозяйству города Орла. Мы подписали мировое соглашение на весь имущественный комплекс. Он остаётся у нас в собственности. Никто его не будет покупать, не появится ни один частник. Победа в том, что мы сегодня договорились с «Газпромом» обо всём. Победа в том, что сегодня «Газпром» дал 187 миллионов 500 тысяч рублей для достройки школы в долгом. И много таких моментов, в которых можно было бы хвалиться. Есть некоторые промахи, поражений нет. Ну, дальше-то вы же всё сами видите. Почков Александр, Орловская правда. Вадим Владимирович, вот как раз с погодой связано это всегда урожай. Да. Всё-таки наша область одна из, так сказать, аграрных, главное направление аграрное. И в этом году, насколько известно, наша область одной из первых, если не первой, освоила те федеральные субсидии, которые выделяются на поддержку сельского хозяйства. А вот по каким основным направлениям расходовались эти средства? И вообще, вот в целом, учитывая и эту поддержку федерального центра, и то, как мы их расходовали, эти средства, вообще способны наши сельскостоваропроизводители, наши крестьяне, ну, увеличить долю своей продукции на рынке. Сейчас очень много внимания уделяется импортозамельчению. Чего президент об этом говорил, в том числе, что касается, конечно же, продукции сельского хозяйства? Мы в лидерах в Центральном федеральном округе по доведению федеральных средств, и сегодня уже в лидеры выходим по доведению региональных средств для своего товара сельхозпроизводителя. Хотя, если помните, когда принимали бюджет, многие депутаты областного совета говорили о том, что денег мало. Мы же это поэтапно и с изменением бюджета всё время увеличивали. И сегодня эти деньги у нас доводятся. Показатели, которые даёт Орловская область, ну, прежде всего, куда мы направлены? По гектарной поддержке, кто занимается зерновыми и культурными, и особенно те, кто занимается животноводством. Вот, например, из ГЦ Знаменска, вы знаете, да, 340 тысяч голов свинины. Вот сегодня на областном совете поднимался вопрос, что в Знаменском ЛПХ 70, значит, голов пришлось у населения изъять их, уничтожить. Из-за ЧС. Ну, поймите меня правильно. У нас когда район сейчас, дай бог, Ценский район, первый очаг возник. Там было, мы тогда сожгли 31 тысячу голов в 5-километровой зоне. Если бы мы это не сделали, вот просто бы вот сказать, да как-нибудь пройдёт. 340 тысяч, самое крупное в Европе производство по выращиванию свинины. Это катастрофа была бы российской, я не могу остановить это. Мы обязаны защититься, мы обязаны были тогда отстрелять всего кабана, фактически, на территории региона. Нам есть что защищать, потому что у нас огромнейший потенциал по развитию, огромнейший. У нас одна из лучших кормовых баз. И вот мы тогда приняли не совсем правильное решение, когда увеличили стоимость по земле, по её кадастровой стоимости. И у нас предприятия, особенно маленькие, они начали проваливаться, потому что у них ценовая нагрузка очень, ну, обременительно стала для них. Мы начали выравнивать, занимает ещё и животноводство, у вас идёт послабление. Поэтому следующие деньги, вот на 16-й год, мы в животноводство будем стараться вложить как можно больше, потому что корма у нас есть, нам теперь нужно эти корма отдать своему скоту, чтобы его накормить и получить и привес, и поголовье. Но это нужно тоже в том случае, когда у нас есть где переработать. Потому что получится так, мы вырастим, а переработать негде. Опять повезём в другой регион, в тот же самый Брянскую область, на бойные цеха Мироторга. Хотя Мироторг сюда к нам зашёл, они вообще планируют сейчас, вот я с Линником разговаривал, с Виктором, руководителем этого предприятия основной, до 80 тысяч голов хотят довезти. И есть у них желание наращивать поголовье. Тут, вот это наша гордость сегодня, реально наша гордость. И на нас надеют, что у нас и урожаи будут хорошие. И несмотря ни на что, мы дойдём, у нас будет хуже урожай, чем в прошлом году, но не хуже, чем будет позапрошлом году. А в совокупности, я тут как-то подхохмел, когда у меня брали интервью, если сложить урожай 2014 года и 2015, то поделить пополам, получится 3 миллиона тонн, как я и обещал. Понимаете, так что, вот, как-то будем на это выходить. В Линском районе вне коллекционных и дорожных проблем. Дорога на Весное, дорога на Неморское, дорога на село Орлово. И в Линском районе, конечно, масса ещё проблем, масса лицей, которые надо послать. Про сам Линский район сейчас не скажу, но скажу, что в этом году Ливну мы выделили дополнительно почти 50 миллионов рублей. Вы это знаете по городу Ливна. Это же видно сейчас. 237 миллионов только на строительство моста, которому никто не прикасался с 1954 года. В 2017 году мы этот мост дадим новый. Сейчас 7 метров будет, 12 метров. Абсолютно новый мост. Что касается сельских дорог. Вот помните, у нас забрали 47 миллионов. Я как-то так возмущался на сельские дороги, несмотря на то, что был госсовет, и президент сказал, значит, улучши ситуацию сельскими дорогами. У нас забрали 47 миллионов. Я так возмутился, что нам 324 вернули назад. Проблем в другом. Мы эти деньги получили, а сегодня их нужно использовать. И по срокам получается такая история. Когда я их забрал назад, эти деньги, они уже запланированы для Орловской области. Мы можем, получится, войти в ремонт этих дорог, когда уже белые мухи полетят, снег. И получится смех, понимаете. Вот мне и успеть хочется, и сделать хочется, и качественно сделать. А в этом направлении мы идем. И на следующий год мы закладываем очень приличные деньги, именно на сельские дороги, прежде всего на те маршруты, по которым детей возят в школу. Я это знаю. Это знаю. Вот мы в Ценском ездили, смотрели. Но это же один из лучших районов. Ценский. Мы посмотрим по другим районам. Работы очень много. По дорогам, ну, их в России, это еще, Наполеонов тогда проклят, понимаете, когда он сказал, что нет, дорог есть в направлении. Из районов в редакцию обращаются учителя и врачи, которые принимают участие в программе малонтажного строительства. И вот в некоторых районах плата за землю выросла в 10 раз. Для людей эта стройка становится уже непосильной. В целом надо принять решение на местном уровне, что делать. А вы можете мне сказать в натуральном величине, насколько она увеличилась? В деньгах. Вот платили 10, стали сколько платить? Не можете сказать? А я вам скажу. Платили 10, стали платить 180. Вот тогда разница большая. Правильно? А есть те, которые платили 10, стали платить 18. Все зависит от того, где это находится, земля. И здесь должен быть выборочный подход, не под общую гребенку. Если есть какие-то конкретные сигналы, это надо рассматривать где. На самом деле ставка земли в Орловской области, она не очень высокая. Даже при таком повышении. И еще. Бюджет ниоткуда-то просто так не берется. Мы что-то должны делать. Мы что-то должны делать. Я не говорю, что мы должны... Вот на всех эти налоги повышают, повышают, повышают. Но мы должны какие-то меры предпринимать. Потому что некоторые моменты были, ну вообще копеечные, даже смешные были. Просто смешные. Вот смотрите, карьеры, недропользование, лицензии есть. В год платят налогов 150 тысяч рублей. В день зарабатывают до 500, до 700 тысяч рублей. В год 150. Ну разве может быть такая ставка? Не может быть такой ставки. Поэтому конкретно, если что-то в момент будет, вы... Давайте, да, я посмотрю, конечно посмотрю. Есть, есть перегибы. Есть, есть. 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 Татьяна Кубатова, Радио Россия. Я хотела бы вернуться к теме здравоохранения. Когда будет международок в сфере закупок льготных лекарств, это первое. И второе. Вы говорите, что в сфере здравоохранения творятся нехорошие процессы. И что нужно стучать как можно чаще вверх. У меня вопрос, кто должен стучать вверх? Мне кажется, облсовет это не совсем тот уровень, который может добиться. Я уже письма 4 подписал нами Скворцову, Веронику Игоревну, что категорически не согласен с подходом Минздрава, о том, как они платят врачам, как они эту шкалу рассчитали. Пока только 4 письма. Следующая встреча с председателем правительства, я пойду с цифрами туда к нему и приглашу его, скажу, ну давайте приедем, посмотрим. Потому что мне по поликлиникам в селе ходить стыдно. И люди, я спрашиваю, сколько платят, 5-7 тысяч, это правда. В средней температуре по больнице, да, у нас вроде какая-то красивая цифра получается. На самом деле на земле совсем другая. Этим вопросом должны заниматься все губернаторы Российской Федерации. Кроме двух. Это Москвы и Санкт-Петербурга. Там полный порядок. Там у них все хорошо с зарплатами. И северных регионов российских, где алмазы добывают. Я с одним губернатором разговаривал, когда в приемной президента сидел. Я говорю, сколько у тебя врачи получают? Он говорит, 180 тысяч. Ну, Чикотки. Понимаете? У него там эти северные всякие разные. Ну, это Чикотка, это не Орловская область. Что касается лекарственного обеспечения. По лекарственному обеспечению, да, у нас здесь система не сработала и не работает. Прежде всего, я хочу уйти от системы закупок лекарственных препаратов с самими главными врачами лечебных заведений, учреждений. Этого не должно быть. Это должно быть централизованно. Они должны делать заявку. Должен покупать единый центр и по этой заявке поставлять им лекарства. Тогда будет ценовая политика одна. А когда в одной больнице одно и то же номинальное лекарство в той же самой коробке имеет разницу, ну, так быть не может. В 2006 году начато строительство лечебного профитарного корпуса в Краснодарской районной больнице. Вы у нас были при посещении района. Каковы перспективы окончания, вернее, продолжения строительства этого объекта, который сейчас заморожен возле 7-1,5 этажа? Тростнянская районная больница попадет в план достройки 2016-2017 года. Раньше она не попадает в этом году точно. В эти же года попадает и Ливенская школа, которая тоже недостроена. Бог знает с какого года, там сколько она уже 18 лет стоит, недостроена. Эти два объекта, которые мы после 450-летия будем обязательно включать в работу по достройке. Сегодня задача довести объекты 450-летия до логического конца и сдать их к юбилею города. Можно было бы перекинуться на другие объекты, но у меня такой возможности нет. Мне надо сдать эти объекты, потому что объекты достались с таким наследием, страшно вам об этом сказать, с такими проектами. Особенно это ММЦ, если взять, перинатальный центр, та же самая набережная, без Ливневых, без всего. Если брать наш театр Тургенева, давайте я вам немножко порасскажу историю. Вот сейчас взбучку дал театр Тургенева, сцена, даже не поднимают старые лаги и паркет, на то старые кладут новое. Точно так же скрипит. Вопрос, вы что делаете? Вы кому это делаете? Мне этот театр делаете? Я не этот, не актер. Отдает, говорит, Вадим Иванович, да вы что от нас-то хотите? Видите проект? Вот он со всеми согласован, подписан, утвержден, экспертизу прошел. И так по всем объектам, все объекты, которые мы сейчас достраиваем, проекты фактически не соответствуют ничему. Не соответствуют. Пол, палец, потолок. Просто какие-то, я не знаю, вредители эти проекты заказывали и делали. И цену определяли. Вот если брать ММЦ, конкретная нехватка только по общестроительным работам, порядка 500 миллионов рублей. На сегодняшний день, в сегодняшних ценах. Но если даже брать цены 2012 года, 370 не хватает. Где их брать-то? А достраивать надо, не достроить нельзя. Мы уже туда отопление, тепло ввели, за это надо платить. Чтобы это окупалось, надо, чтобы кого-то там лечили. Не бросить их. Сейчас, слава богу, пусконаладочные работы начнутся на станции обезжелезания. Вы же помните эту историю, вы сейчас про нее забыли. Помните, сколько у вас разговоров было про станцию обезжелезания? Все, мы скоро ее запускаем. И тоже с какими боями это все. Владимир Владимирович, что касается бюджета, по каким принципам и реалитетам он сформировался? По принципам исполнения майских указов президента, поэтому будет абсолютно социально направленным. Он уже в этом отношении формируется. Мы не можем не исполнять майские указы, потому что это один из основных показателей социально-экономической стабильности региона. И на основании этих майских указов мы будем его формировать. Могу сказать, что с 2016-2017 года коэффициенты по росту заработных плат, как всей социальной группы работников, здравоохранение, образование повышается больше, чем в 2015 году. Тоже для этого надо брать деньги. Тоже надо находить дополнительные источники. С чего вы взяли, что не отказались от сотрудничества? Ну, неправильная у вас информация. Купили у них два погрузчика. Сейчас они не будут. Нашли возможность погасить часть заработной платы. Эти два погрузчика приобретает «Орел Энерго» наше предприятие. Оно на самом деле им надо. Поэтому это вот в качестве заработной платы под дармаш. Под дармаш ситуация очень тяжелая. По нему, по моей просьбе, мой друг, товарищ, замминистра Евтухова Витя проводил отдельное совещание. Он замминистра промышленности и торговли Российской Федерации. Провели, договорились, протокол прописали. Протокол этот подписан, поддержан. Государственная гарантия на 1 миллиард рублей для дармаш предусмотрена. Но для того, чтобы эту государственную гарантию подписать, у меня должно быть убеждение в том, что эти деньги целевым попадут на это предприятие, на его улучшение, его показатели для работы. Для того, чтобы сегодня предприятие «Дармаш» заработало нормально, нужно порядка 500 миллионов рублей для того, чтобы насытить их комплектующим, чтобы они могли производить ту продукцию, которую они могут делать все на линии. Поэтому ситуация тяжелая, но решения в министерстве мы начинаем находить. И, главное, есть абсолютная поддержка. Вот на уровне всех заместителей, все стоят на нашей стороне. Более того, нам удалось в 214-е постановление Российской Федерации, несмотря на сложности на дармаш по его долгам, включить его в перечень объектов по импорту замещения. Это было тоже сделано на этом совещании. Пошло на это министерство, и мантру в Денис пошел. Что касается Арлекса, то здесь я в понедельник хочу дождаться, он с поездки вернется к Арпиков, Олег. Я с ним хочу поговорить, потому что то, что зависело от нас, от власти, с конкурсного управляющего, мы сделали все, я просто с него все веревки связал, он все подписал. Имущество передал, станки передал, всю документацию по закону за копейки, за 150 тысяч, он всю документацию продал. Теперь Карпиков собственник той документации, которая была у целого завода. И вдруг у него какое-то новое, понимаете, видение. Более того, мы сделали так, что это предприятие получило заказы. На первые прошлые годы вы заверили, что по набережным никаких вопросов не будет, граждан не о чем беспокоится. Но среди последних событий, эти опасения, которые будут основательные. Как вот недавно Стиховский дождь, одну из набережных, там просел, где-то просел кром, осыпалось насыпь и плитку перекоретов. Вот в связи с этим вопрос. Предусмотрены контракты, какие-то гарантийные обязательства по ремонту, по объекту. Они могут проводиться, и в дальнейшее время осуществляется контроль за эти масштабные реконструкции. Спасибо. Гарантийные обязательства предусмотрены, если не ошибаюсь, пятилетние по набережной. Компания Балстро эти гарантийные обязательства выполнят. Более того, после этого ливня, который прошел, где там вздыбилась эта часть тротуарной плитки, они это сейчас все переделывают и прокладывают ливневку, которая не входит в проектную смертную документацию. Делают за свой счет. И не только по этому участку, а по всем тем участкам, где предположительно возможно подобная ситуация при обильных осадках. В проекте это не было заложено вообще. Они сейчас пятисотку кладут и приводят это в порядок. Вот следующий ливень будет, увидите, что все будет правильно, потому что ливневые стоки будут отведены. Компания Балстрой имеет достаточно серьезное, очень авторитетное имя. Они отсюда не убегут с браком. Понимаете, есть имя. Когда есть компания, люди обращаются и говорят, сделайте нам, пожалуйста, вот это нам, постройте. Это одна из компаний, которые не приходят и говорят, дайте мне подряд, а к ним приходят и говорят, сделайте нам, пожалуйста, вот это. Компания Балстрой на сегодня пока свои деньги вкладывает. Уже порядка 350 миллионов только они положили своих денег и ждут, когда мы с ними рассчитаемся. Рассчитаемся мы с ними и в 17-м году в том числе. Даже не в 16-м. А теперь подумайте, 350 миллионов при курсе 30 или сейчас 60? Сколько эта компания потеряла? Никто не ушел с этого объекта. Они как работали, так и работали. И не уйдут, пока не сделают. Там имя. Это очень важно. Пожалуйста. Ну дай ты о среде, в конце концов. В редакцию Орловской святы позвонили читатели и рассказали такую историю. Жители поселка Станинка Орловского района находятся, в общем-то, на грани паники. Почему? Распространяются упорные слухи, что полигон ТБУ, который действует в Орле, в самом скором времени будет заморожен, а вместо него поселок Знаменка построят то ли мусоросжигательный, то ли мусоропрерабатывающий залог. И граждане опасаются резкого ухудшения экологической ситуации. Вы можете прояснить, оправданы ли их опасения и что вы все с полигоном из залога? Могу. Не могу сказать, Знаменки это касается или какого-то другого населенного пункта. Но точно вам хочу сказать, что формируются документы по строительству нового полигона, твердобытовых отходов, современного полигона. Никакого сжигания на территории Орловской области пока этот губернатор не будет никогда. Я категорический противник. Что касается экологической ситуации, полезности или бесполезности, катастрофы, угрозы, то сегодня действующий полигон это самая большая угроза, которая есть недалеко от города Орла. Так как он содержится, это проблема. Понимаете? Содержится он абсолютно неправильно. Его никаким пирогом не обкладывают, грунтами не отсыпают. В любой момент, когда он загорится, порозия ветров, весь дым окажется на сварле. Будем тушить всем миром. Тот полигон, который сейчас строится, он не один. У нас два производства будет по переработке, по сортировке отходов. Один, вот где сейчас имеющийся полигон, там где между собой два предпринимателя не могут выяснить отношения. Фамилия одного из них Парахин создал систему, что-то там с мусором делает, но не путем пиролиза и сжигания. То есть у него там какая-то обработка. Я не знаю, что это за технология. Я ее не знаю, честно. Мне про нее рассказывают, что она такая самая современная, в мире такой нет. Дай бог, чтобы она такая была. Но сжигания не будет никакого. И другое место разрабатываются документы, документы под полигон. Захоронение твердоботовых отходов после предварительной сортировки. Только хвостов. То есть выделяю органику и всю полезную морфологию. Переживать не надо. Вот если вот этот вот будет содержаться действующий неправильный, вот за это надо переживать. А за новые, кто их здесь даст работать, неправильно. В силу каких причин индустриальный парк Селеная Роща до сих пор не работает на полную мощность? Какие действия будет предпринимать и будет областная власть для решения этой проблемы? Потому что хозяева, ну и инвесторы, да, уже заявили о том, что они рассматривают вариант ухода из индустриального парка. По заводу цветных металлов сегодня им подписано новое разрешение на строительство, поэтому никто никуда не уходит. Они приводят документацию в соответствие. У них были проделаны строительные работы без нашего надзора областного, как это должно быть. Поэтому узаконить свои строения у них получится только через суд. Они должны нанять экспертную компанию, которая после строительства сделает им заключение по строительству и на основании этого заключения этот суд и суд утвердит это заключение. Но это не делает государственный орган власти. Это просто, ну, полтора месяца. При этом он будет работать. Это не мешает ему работать. Там ничего не рушится. Ну, мы же это видим. Если нас что-то вызывало бы особые сомнения, переживали, мы, конечно, бы не дали бы им работать. Что касается Зеленой Рощи, ну, вы же прекрасно понимаете, что полтора года назад ситуация, которая была по деньгам, по волатильности на рынку, по ликвидности и валюты, и рублевой массы была одна, сегодня она другая. Те компании, которые ко мне сюда приезжают и говорят, мы готовы быть инвесторами на Зеленой Рощи или в другом районе, первое условие, которое я им ставлю, это открытие расчетного счета здесь, российского. Если они не предлагают, что деньги у них западные, на офшорах будут находиться там, и оттуда они будут управлять здесь предприятиями, нет. Видите, что в Калуге с Вольксвагеном творится? Вот чтобы у нас этого не повторилось, поэтому я делаю такое условие. Если брать тот же самый Ленинградскую область, завод Ford, Ford Focus выпускает, 100% капитал американский. Завод не работает на полную мощь, потому что нет хозяйства российского, у них не российское, понимаете, это в другой стране. Поэтому таким инвесторам на тот момент времени, докризисным, мы были бы рады. Сегодня надо понимать, что это такая бомбочка замедленного действия, потому что мы откроем, построим, людей на работу возьмем, потом они завтра по своим причинам закрывают, а у нас на улице митинг. Понимаете? Это же тоже определенные формы дисбаланса на территориях ни своего государства. Немножко изменяем условия. Устраивают наши? Ну, работают. Не устраивают, не работают. Потом у нас есть свои компании. Вот сейчас, я говорю не по зеленой роще, в целом по особой экономической зоне, мы надеемся, что у нас будет очень серьезный якорный партнер в лице российских железных дорог. Они очень заинтересовались Орловской области. И если мы договоримся, подпишем соглашение и для зеленой рощи, и для всех тех территорий, которые мы берем под особую экономическую зону, всем хватит развития. Всем. Потому что российские железные дороги это монстр. Ну, а лучше 5 лет назад хотели идти на вокзал и построить новый вокзальный комплекс? Может, это не случилось? Знаете, 5 лет назад сюда хотел и в Вольксваген прийти, и предприятие российских железных дорог, и предприятие, которое в Калуге занимается глубокой переработкой зерна. Не имея в Калуге зерна, но построили из Калуги, им оказалось выгодней, нежели чем те условия, которые дали в Орле с Орла возить зерно, перерабатывать в Калуге, чем в Орле его выращивать, перерабатывать и продавать. Мы эти условия меняем. Здесь на вопрос, какие ваши интересы, один, создавайте рабочие места, стройте заводы. Поэтому начинают потихонечку слухи, начинают идти, люди идут, идут, они придут сюда. А с учетом особой экономической зоны пойдут, я думаю, хорошими такими косяками. Недавно ваш Александр Венин отчитывался о реализации программы по ремонту. Он сказал, что по программе 15-го года мы собираемся направить на капремонт в конце сентября. 300, даже, сколько здесь, 5 миллионов. Ну, там, например. Причем собраны-то больше на самом деле. Когда собирается область в программе 15-го года, если в Орле, это сегодняшний день, не сделан капремонт, ни на одном объекте. Даже не вышли подрядчики. На Сладково, очень ряд дом, вот этот старый, стоит около администрации, зеленый, должны были выйти, не вышли. Значит, дом на дальше, все исторические дома, фонд ссылается, что процедура, там, ну, как бы, согласование, там, ну, если собираем деньги от людей, да, мы должны им отчитаться в конце года, что мы сделали на ваши деньги. А, говорю, получается, что у нас только планы, 15-го года, программу не выполняем точно уже, это не по сути всему, потому что никто не делает кассаты в ноябре. Ну, не надо ничего. Капремонты будут, но, я сказал, основной приоритет сделать по лифтам. И мы сейчас посмотрим, потому что вот, к чему я это говорю? Когда составалась программа и писала цифра в 6 рублей с квадратного метра, это был 6,60, пол, палец, потолок. Никто толком не посчитал. Просто были хотелки. Поэтому мы сейчас начинаем перепроверять. И там, где конкретно надо заходить на кровлю, мы будем заходить на кровлю. Но там, где кровля терпит, но в этом же доме есть лифт, мы будем делать лифт. Потому что это безопасность. То есть план 15-го года как бы он отменяется, да? Там же, например, дома были. Подождите, 15-й год у нас еще не закончился. И те цифры, которые собрали, если размазать их по всем домам, то они спокойно будут выполнены. Я еще с вами говорю, я хочу посчитать. Мне нужен коэффициент полезности в этом. Что важнее? Я считаю, важнее лифт. В доме, нежели чем крыша. Ну, представьте, ну, 12-этажный дом, ну, встал лифт. Ну, вот сколько люди будут терпеть ходить пешком на 9-й этаж? Все же зависит от денег. Если бы их было много, и сразу ее... Ну, 900 миллионов нету, Катя, еще. Ну, это же вот тебе сказали 900 миллионов. Ну, нет. Ну, я тебе говорю, 320 миллионов будет к концу года. 320 в лучшем случае к концу года. Более того, я тебе хочу сказать, сейчас такой шум идет в Российской Федерации, в Государственной Думе по этому капитальному ремонту. Если завтра, перед выборами 16-го года, выйдут на трибуну государственную, нужно сказать, все, каюк капитальному ремонту, деньги больше не собираем, выполняем статью 16 закон о приватизации, которую мы, граждане депутаты, не выполнили с вами. А там четко написано во втором пункте, что прежде чем человеку дать приватизировать жилье, жилье нужно восстановить государственными средствами. Понимаете, в чем дело? И может выйти группа депутатов, мощная, со всех фракций, сказать, а давайте-ка мы прекратим собирать эти деньги. Красиво будет перед выборами. А нам, которые собирают, скажут, а вот вы теперь эти деньги верните населению путем не сбора с них платежей за жилищную или коммунальную услугу. Зачтите. И все. У нас все что угодно может произойти. Так что потратить успеем. К сожалению, дороги школьных маршрутов выставляют желать лучшего. И некоторые дороги, они вызывают опасения даже у родителей. В частности, Болховский район маршрут Борилова-Болхов. Писали родители и в правительство области, но, к сожалению, получили отказ о том, что капитально отремонтировать дороги не могут в связи с тем и предложено провести щебеночный ремонт. Но, к сожалению, мы с вами понимаем прекрасно, что щебеночный ремонт это 2 недели и, в общем-то, дорога остается в таком состоянии. Я посмотрю ее. Да, как тут? Я дорогу посмотрю. Мне надо просто проехать, посмотреть, а потом мы примем решение. Борилово-Болхов, да? Да. Школьный маршрут. Полтора года назад, когда вы приехали в Орловскую область, вас приняли как варяг. Есть такое обозначение для тех, кто приезжает в первый раз в ту или иную регион. Вот вы для себя сейчас, спустя полтора года, вы варяг или варловец, вы говорите постоянно в наш область, в наш бюджет. Год назад я приехал, я буду, я постараюсь, я смогу. Вы сейчас кто? А я вам просто отвечу, меня в Питер не тянет. Вообще не тянет. Вот беседуем дома, там мама приезжала в гости. Домой не хочется? Я говорю, нет. И когда к с кем-то разговариваю, я говорю, домой еду. Домой, вот для меня, кто, ну, мои близкие друзья, они думают, домой сейчас я попросил. Я про Орел уже говорю. Я очень глубоко сюда окунулся. Очень так, фундаментально нырнул. И мне здесь нравится. Поэтому это уже мое родное. Это уже меня в душе. Я уже Орловский по-любому. Орловский по-любому. Орловский